А ЖКХ предмет на форум партии «Единая Россия», посвященный сфере жилищно-коммунального хозяйства, объединил более 4,5 тысяч человек. В Лужниках встретились представители первичных отделений партии из Москвы и Московской области. «Живи как хозяин» – именно такой трактовкой аббревиатуры ЖКХ призывают руководствоваться жителей, члены партии «Единая Россия». Форум под названием «Городское развитие», «Жилье» и «Жилищно-коммунальное хозяйство» объединил секретарей первичных отделений партии, представители областного и федерального правительства, Московской областной и Государственной дум. По признанию участников, впервые встречи секретарей так называемых первичек с руководящим аппаратом партии проходят в таком масштабе. «Все в стране должны увидеть, что партия видит самые насущные проблемы. И второе, такие форумы – это, конечно, генерация идей. Поэтому принимаются геневирусы и вырабатываются те решения, которые должны быть исполнены». Одна из основных задач форума – найти оптимальные пути решения проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Открыли мероприятие четыре дискуссионные площадки, где участники смогли высказать свои предложения. Каждая была посвящена определенной теме – капремонту, строительству доступного жилья, управлению многоквартирными домами и формированию конкурентного и открытого рынка предоставления услуг. В обсуждении принял участие и представитель Щелковского района. Депутат районного совета депутатов Николай Лавриене высказал идеи по лицензированию управляющих компаний. «Уставной капитал, который сегодня позволяет 10 тысяч прийти и управлять многоквартирными домами – это непозволительная роскошь. Управляющая компания, которая приходит и осознанно берется за управление, должна понимать, что у нее должен быть совсем другой ресурс. По всей видимости, это миллионы должны быть такие для начала». Немало предложений касалось и строительства доступного жилья. Одним из главных инструментов поддержки и строительного комплекса и жителей остается ипотека. В числе предложений – субсидирование процентной ставки и первичного взноса. «Пример очень простой. У нас сейчас съем жилья по Московской области варьируется от 15 до 20 тысяч рублей. Если это субсидировать на уровень процентной ставки, то, наверное, люди возьмут ипотеку. А если им еще и первый взнос поможем заплатить, то, наверное, рациональное предложение». Продолжился форум пленарным заседанием. Из 4,5 тысяч участников почти половина – партийцы Подмосковья. Все предложения, озвученные во время дискуссии на площадках, были обобщены и представлены руководству партии. Премьер-министр Дмитрий Медведев также высказал ряд идей по тематике форума. К примеру, отсрочить усиление мер ответственности за неустановку так называемых счетчиков до 1 января следующего года. А также сообщил о принятых решениях. Одно из них – продление бесплатной приватизации жилья. «Принято решение продлить еще на один год бесплатную приватизацию жилых помещений до 1 марта 2017 года. Но при этом есть и другие предложения общую приватизацию в 2017 году завершить, но сохранить исключение для отдельных категорий граждан, в том числе для детей-сирот. Есть и другая идея – продолжить приватизацию вообще без ограничения срока. Давайте это обсуждать». Кроме того, Дмитрий Медведев добавил, что по результатам высказанных идей модераторы сформируют предложения, которые станут основой послания премьер-министра правительству Российской Федерации, а в перспективе войдут в предвыборную программу партии «Единая Россия». «Самое главное – это тема сегодняшнего форума, которая обсуждает все решения, которые принадлежат. Внимание, которое «Единая Россия» уделяет культуре, эффективности же, они сегодня крайне важны для человека. Капитальный ремонт и все, что связано с общением с управляющими компаниями, с качеством предоставляемого, с основностью управляющих, это все является главными темами каждой семьи». Форум посетила и делегации из Щелковского района, депутаты местных и районного совета депутатов, секретари первичных отделений партии. В целом все признали эффективность прошедшего мероприятия, а каждый выделил для себя наиболее интересные идеи. «Я считаю, что форум прошел очень эффективно. Мы узнали программу, которая будет выполняться в ближайшие несколько лет по улучшению качества жилья наших граждан». «Для людей самое важное, также представитель правительства отметил, что водосчетчики можно не штрафовать, кто их не поставил, продлит эту ситуацию на год». «Познавательный форум, на мой взгляд, мне очень понравилось, что наконец-то, может быть, в таком форме, в такой форме, этот форум проводился впервые. Единственное пожелание делать чаще такие мероприятия». «На данный момент существенная проблема – это собрать совет дома, потому что две трети от числа собственников – это, конечно, большая цифра, и, как правило, ее ни с первого, ни с второго, ни даже ни с третьего раза собрать невозможно. Поэтому, если этот порог снизить до 50% плюс один голос, я думаю, это будет объективно. Если это будет принято, а я думаю, что это, скорее всего, будет принято, я думаю, что это существенная такая помощь будет в реализации реформы ЖКХ». Дарья Заснегова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».